привет друзья привет с вами сегодня лилия донского михаил булавцев и наш мелкий пёс мани и сегодня уже 11 до 11 день и сегодня уже тема такая чуть посерьезнее да поэтому не до смеха не до видео спецэффектов поэтому поехали лиля озвучивая тему и так тема мой план действий что он из себя представляет как я выполняю поставленную задачу планирование или спонтанность что я выбираю почему и насколько мне удается действовать по намеченному плану и так друзья мы долго думали с чего же начать данную данную тему и решили провести такую аналогию с чтением книг да потому что принципе любая задача какая бы она ни была огромная сложная она решается если вы да или мы точно знаем что мы хотим получить в результате и этот объем весь мы прописываем и разбиваем на кусочки вот например книга решили вы прочесть книгу вот как я лично делаю когда берешь книгу например такая толстая там 300 400 страниц и как война и мир да и кажется что это прочитать ее просто нереально это очень сложно я делаю таким образом я беру читаю засекаю время и смотрю за 30 минут сколько я могу прочитать то есть я могу просто в день выделить например 30 минут на чтение я читаю засекаю и получается что примерно 50 листов я могу прочитать 50 страниц и получается что книга толщиной 200 страниц мы прочитываем всего за 4 дня при этом выделяя всего 30 минут времени я думаю да мозг сразу такой как это просто я же могу 30 минут в день просто даже по будильнику засекая и читать соответственно за месяц у вас уже будет столько то книг и за год соответственно уже там под сотню к нам соответственно все выполнимо аналогично данные сравнения то есть данное деление большой цели на маленькие мы проводим в бизнесе мы проводим уже в личных каких-либо целях задачах либо там строительство дома или другие какие-то покупки глобальные грандиозные соответственно как говорится как там про слона слона нельзя съесть целиком но можно его съесть по маленьким кусочкам хотя мне это не очень нравится выражение потому что я слоник просто обожаю еще что мы хотели бы рассказать про нашу про спонтанность как бы планирование или спонтанность мы конечно же однозначно за планирование да мы планируем для того чтобы достичь хороших результатов нужно конечно же обязательно планировать мы планируем год мы планируем каждый месяц каждую неделю каждый день я веду ежедневник записываю все дела туда лиля ведет свои отчеты в гугл таблицах но спонтанность но спонтанность имеет место быть конечно конечно и спонтанность приносит гораздо яркие эмоции впечатления энергию дает да вот это взрыв какой-то происходит мы вам скажем так что вот это мероприятие видео марафон он никак не входил наши планы да это яркий пример спонтанность но мы спонтанно буквально за за несколько секунд мы приняли решение что мы будем участвовать и мы рады что мы такие вот сумасшедшие да и мы можем резко да скорректировать свои планы это очень круто по поводу того как мы всегда ли мы выполняем планы но честно нет честно нет но мы люди нормальные живые бывает такое что ну какие-то события происходят да ну любые там такие мелкие форс-мажорные лунное затмение на меня например может повлиять да и скажут пошли посмотреть лунное затмение с крыши дома там или еще куда-нибудь то есть естественно все мы люди и план мы можем например сегодня не выполнить но это не традиция да и это не трагедия понимаете нужно просто-напросто проанализирует свой день реально ли вы не выполнили по объективным причинам данный план или же или же данный план завысили и что вы просто физически не могли его выполнить поэтому нужно проанализировать и сделать выводы корректировки и соответственно если вы по своим каким-то обстоятельствам не выполнили план просто-напросто переносим ту самую невыполненную часть на следующий день, на следующую неделю, чтобы ни в коем случае данный недочет не отразился на выполнении общей цели. Это, наверное, такие вот маленькие фишечки. Надеюсь, наше видео будет вам полезно, наши советы. До новых встреч. Спасибо вам всем за энергию, за активацию. Спасибо за предыдущий день, за хобби, за ваше хобби, увлечение. У нас выяснилось, что в команде марафонцев столько певцов, столько художников, поэтов. Яркие личности. Молодцы. Сегодня был потрясающий день. Классно. Спасибо вам всем. Ребята, ставьте лайки, репосты, делайте все, что вам хочется именно от души, от сердца, ничего лишнего. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok